Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск, он закончился хорошо, я пишу начало в самом конце этого влога. Вы сегодня увидите много интересного, увидите ответ на вопрос, в прямом эфире недавно нам задали вопрос, а бывает такое, что ваши зрители приезжают сразу по пятам в места, где вы живёте. Сегодня вы получите ответ на этот вопрос. Также я вам покажу сегодня в выпуске, что делать с большой кучей вещей, когда, например, у вас столько же детей, сколько у нас, где стирать, как вообще вся эта модель выглядит, я вам тоже покажу. Ещё сегодня, к сожалению, попаду в боленичку, в так называемую, и тоже расскажу по ценам, сколько стоит здесь поболеть, если это можно так назвать. Снова попробуем очень вкусной еды, поужинаем, снова приготовим что-нибудь на мангале, покушаем с нашими зрителями, ещё много всего интересного в этом видеоролике. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и погнали! Перед тем, как мы отправимся с вами в новое путешествие, я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Блэк. Лично у меня таких карт целых две. Я использую карту Мастеркард и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнёров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Но конечно кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно оформите и посмотрите, и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! Утро начинается не с кофе, а с крымских персиков. Где? Кто будет в Крыму, обязательно попробуйте их. Они прекрасные. Сейчас позавтракаем. Отправимся на море купаться, благо оно у нас прямо вот начинается. Даже до пляжа идти не нужно. Сегодня прям штиль. Будем купаться. А потом нужно ехать в больницу, к врачу, потому что у меня вчера так сильно заболел зуб, что пришлось пить сильное обезболивающее и вырубиться на подушку. Даже поспал полчаса, чтобы прийти в чувство. Но единственное, что начал здесь обзванивать вчера к клинике, думал вчера же съездить. Кто-то не работает, у кого-то мест вообще нет. Сегодня в первую позвонил. У них, ну такая, по рейтингам, самая лучшая в Херчи. В итоге у них свобода только на 13 июля, прикиньте. Мы уже готовы идти. Берем с собой зонтик. Да? Больше ничего не будем брать? И пойдемте все дружно на пляж. Да, мы сегодня думаем, Елена, мы будем попросить обед, чтобы она вам приготовила. Чем мы уже не парились по этому поводу. У нас здесь прям пляж. Прям пляж здесь. Я уже много раз говорил, это первый этаж. Здесь люди тусуются, отдыхают. Мы живем на втором. Здесь беседочка, где мы кушаем. И, собственно, все сразу море. Спокойное сегодня. Вот она беседочка. Вот он, мангальчик. Вот здесь такой мини-пляжик. А дальше пляж чуть побольше. Но вода какая чистейшая сегодня. В принципе, она здесь каждый раз такая. Там пацаны уже пошли. Какой цвет воды. Я искупнусь, поеду. Я написал, что прочитываю. А время сколько? Болить. Наичистейшая вообще. Да. О, какая красота. Поняли, как здорово? Здесь почти все, кто отдыхают, в принципе, все с детьми. Сейчас это все деткам не скучно. Мирончик сразу рвется в море. Его просто не остановит. Сейчас пойдем, сыночек. Сейчас пойдем. Ну, не тащи меня, сынок. Сейчас пойдем. Ладно, пойдем купаться. Пойду вам не забег с разбегом. Не, ну я же с камеры. Я не пойду с разбегом. Пойдемте, посмотрим. Покажу вам чистоту. Воды зато освежает хорошо. О, они тут маленькие. Не надо брызгать, сынок. Каждый день говорю, не надо. Так, заходим, заходим, заходим. Вот, смотрите, стою, у меня погрудка и чистота воды. Видно ноги. Да, чистая, чистая. О, он просится ко мне. Беру, беру тебя, сынок, беру. Беру, 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 беру. Иди ко мне. Я побежу камеру лучше. Мне холодно, я не могу, мне холодно. Не брызги в него. Вода прохладнее стала, чем была. Мама, брызги в него. Вот так. И мы с папой хорошо, а мама не понимает. Мама сама брызгнет. Хорошо тебе, да, мой золотой? Не брызги в него, пожалуйста. Родиончик, не брызгайте, пожалуйста. Мне надо привыкнуть маленько. Я что-то прям с утра не могу. Да вот они там, да я говорю, не брызгай в него. А, они на тот плят пошли-то? Они туда пошли, да. Да. И мы... Мы решили на обед сходить здесь в столовую. Тут ребята нам говорят, что там такие цены вообще какие-то советские. Ну, типа котлета там по 30, по 40 рублей, компот по 15, что-то такое, короче. Ну, реально прикольные цены. Они говорят, мы вчера ходили, там вообще столько всего накупили. Вот, пойдем ради интереса посмотрим. Вот, ну и, соответственно, вам покажем. Брон, не знаю, сколько идти. Да, вон, нас, как правильно, 5 лет возьмем. Пути встречаем. Какое-то красивое дерево. Точнее, то, что на нем цветет. Что это такое? Ну-ка, напишите в комментариях. Какие-то колючки интересные. Экзотические. Какие цены. Столовка, конечно, вообще сабдеп. Смотрите, такой интерьер угарнейший. Но ценники, на самом деле, не совсем как. Не те. Возможно, мы просто пришли не в ту столовую. Вот у нас вот это вот все вышло на 500 рублей. Причем порции маленькие. Прошли здесь на пляж. Смотрите, как пустенько. Правда, берег так сбит. Там еще пляжи. Вообще пусто. Вон там, вот виднеется горка. Это, собственно, где там мы. Здесь, конечно, тут что-то строится. Грандиозное. Да, красиво. Прям на берегу. В Крыму мы тоже набираем всегда воду в таких аппаратах. Но здесь, вот, например, в Керче, цена 6 рублей. Да, конечно, дохрена вообще. В Крыму самую дешевую купали за 2 рублей. Это в районе Евпатории. Вчера на эфире спрашивали, приезжают ли к нам, где мы отдыхаем. Наши зрители. Мы вот сегодня, прикинь, приехали. Привезли вот такой вот подарок. Вино из Тамани. Из Кучугур. Родиону дали пюре. Это Нерону. Это Нерон. Папа, запомни. Нерончику приготовили пюре. И он довольный. По сторонам. Ну, хорош. Не надо так грызгаться. Тише, сыночек. Вообще безумно вкусно. И, кстати, тоже приготовила Елена Блан-Лена нам. Да. Кушай ложечкой, сына. Нельзя. Вот. Вот. Мы все купаемся. Уже накупались. А Мирона невозможно вытащить. Он берет Славу за руку и ведет в море. Вот папа надо в море ему, и все. Вот папа, пусти меня в море. Бассейн вон там надули. Он не хочет в нем купаться. Вообще без капула. Просто просится в море. Вода прохладная. Я даже еще не залезла. Мальчишки все накупались. А ему вот нравится. И вот он не хочет выходить. Причем ползает не на коленках, а когда четверенька ходит, чтобы коленке не больно было. Придумал. Вот. Человек в море. Человек, который зародился на море. Да, мама все беременна в Черном море, да? Рядом с морем была. Балдеет. Это вообще курортный человек. Вот и куда нас-то бросаем. Вот так и живем. Красота, да, Мирошка? У нас сегодня сырники. Ну, я сейчас вам положу. Принесла Елена Ленуна нам. Ну, Мирончик сразу принялся. Кушать сначала море, потом завтрак вот так вот. Яички еще. Ну, да. С таким вот видом кушаем. Море сегодня спокойное. Оставил всех своих дома. Выезжаю сейчас в клинику. Буду лечить зуб. Надеюсь, все получится. Конечно, стрёмно. Боюсь, как не знаю, кто этих стоматологов. Вот, видимо, поэтому дотягиваю вообще до последнего, пока уже на стену не начинаю лезть. Надеюсь, я не один такой дурачок. Еще сейчас нужно купить маленькому памперсы. Еще нужно заехать. Нашел здесь прачку, ну, типа самообслуживание. Заеду туда и постираю. Набралось уже два пакета. Здесь стиралки нет на территории. Можно отдать Елене Владленовне, но, короче, грузить ее на самом деле этой всей истории я не хочу. Ну, и заодно покажу вам, сколько стоит, сколько будет по времени стираться, вообще, как это все устроено. Думаю, для тех, кто приезжает, этот вопрос будет очень актуален. Так что поехали. Перед тем, как мы поедем, я хочу вам порекомендовать наш авторский гайд по Крыму. Там собрана максимальная информация о наших путешествиях. Это туристические и нетуристические места, какие-то тропы, маршруты, геолокации, советы, лайфхаки, рекомендации, магазины, где покупать воду. Это огромнейшая книжечка, которая вам поможет пропутешествовать по Крыму с легкостью и с удовольствием. Он подойдет, как тем, кто отправляется жить в каких-то гостевых домах, там, в отелях, неважно. И для тех, кто соберется с палаткой. Там тоже отмечена куча мест, где останавливаться с палаточкой. Приобретайте. Ссылочка есть в описании, как это сделать. Цена гайда всего лишь 490 рублей. А помимо того, что у нас есть авторский гайд по Крыму, у нас есть еще гайд по Большому Геленджику, по Большой Анапе, по Абхазии и по Большому Сочи. Все эти гайды также можете приобрести по ссылочке в описании. А вот теперь, друзья, поехали. Так, две машины, запускаю. А порошок можно ваш, да? Сюда же самое. А, это вы все дальше сами? Да. А, окей. Вот она прачечная. В самом деле, очень удобно, по цене 550 вышло. Пока стирается, у меня есть час, чтобы вылечить зубы. Я побыстрее еду, до приема у меня осталось 10 минут. А еще что про стирку хочу сказать. Они здесь стирают только в двух режимах, 40 и 60. Вот получается, 60 стоит 350, по-моему она сказала, а 40 200. Но у нас и белое, и черное белье, поэтому я разделил и запустил. Я приехал в стоматологию, конечно, с виду. Но посмотрим, что, короче, будет внутри. Чуть позже поделюсь своими эмоциями. Блин, стрёмно так. А пока пожелайте мне удачи. Надеюсь, все будет нормально. А не как в последний раз мне зуб удаляли, сломали здесь кость. Было, конечно, неприятно. Ну что, я живой. Пол лица, конечно, а не мевший вообще-то. Наверное, даже говорю, да как-то да. Вот так вот. Вышло 5 650. Это вместе с рентгеном. Удалили, получается, двухканальный, что ли, или два нерва. Два нерва, в общем, удалили. Поставили пломбу, говорит, хорошую. Но самое главное, чтобы действительно пломба была хорошей пломбой. Вот. Мне кажется, это дохрена 5 650. Потому что я когда в Краснодаре ходил, мне считали по 3500 каждый зуб. Возможно, то, что нерв оголился из-за этого дороже, да, и то, что удаление. Ну, не знаю. Как считаете вы, напишите, пожалуйста, в комментариях. А я поехал забирать бельишки и еще сделать кучу дел. Зашел здесь недалеко от прачки. Есть такой огромнейший супермаркет. Прям огромный. И очень чистый, ухоженный, где можно, в принципе, купить абсолютно все. От батона до памперсона. О, например, смотрите, яйца десяток. 51 рубль. У нас я таких цен никогда вообще не видел. 50 рублей десяток яиц. Что вам еще показать? Ну, вот, типа, мороженое какое-то. Молочь надел. Ну, тоже неплохо. Ну, вот, типа, Милушка, да, 80 рубля. В Героевке 110 стоит. Вот такое 50 рублей. Мы, кстати, последний раз такое брали. Вот всякие сыры тут есть. Ну, лучше смотреть местную продукцию. Крымскую, конечно. Она 100% подешевле, чем завезенная. Овощи, вот, картофель белый 38 рублей. Морковка 32. Свекла 27 рублей. Что тут еще? Лук белый 75. Ну, вот, прикольно. На самом деле, есть огромный выбор. Персики по 100 рублей, богчисарайские. Здесь есть еще большой выбор тортов. И цены, ну, прям нормальные. Вообще, по 500 рублей вот торты стоят большие. Килограммовые. Огромный выбор хлеба. Кстати, на кофеек цены вообще нормальные. Жокей вам по 250. У нас он почти 400 стоит. Ну, нормальные ценники. Вот Жардин 350. Ну, вот, собственно, и все. Огромный Озоновский пакет мы настирали. Все, теперь домой еду. На самом деле, можно было бы спокойно попросить постираться Елены Мадленовны. В основном доме там отвезти, например, ей. Но очень хотелось показать вам, что путешествуя, не обязательно стирать на руках. Либо убеждение, типа, мол, а где стираться? Да, очень хотелось вам именно показать, что можно вот так накопить просто белье. И отвезти в какую-то определенную прачку. Мы так много раз сделали, и даже когда путешествовали по Крыму с палаткой целых два месяца, именно вот так вот отвозили в прачку. В каждом городе есть вот такие вот прачки самообслуживания. Быстро, удобно. Пока стирается, все дела можно сделать. Вот заехал, сейчас осталось дома только это все дело посушить. Как вам такая модель? И было ли это полезно? Напишите, конечно, в комментариях. Я же купил вам, мальчишке, подарок. Готовы? Да. Мирджин, отойди. Мирджин, это тебе, сыночек. Смотри, какая красота. Это купить. Это тебе, сыночка. Давай, папа, купил. На, держи. Бери в ручки, он не понимает. Давай, из пакета достанешь. Так, вам закрывайте глаза. Закрывайте глаза. Не открывайте. Руки протягивай мне, Артем. Только не открывай. Родик, закрой глаза. Так, держи. Не открывай пока. Пока не открывай. И тебе. А теперь открывайте. Капитана Миргалка. Это вам. Это что такое? Игрушка? Игрушки. Иди сюда. Ну? Настенке, для тебя есть подарок. Закрывай глаза. Закрывай глаза. Закрывай. Это шоколад. Это тебе. Держи. Ты же любишь. Ты же любишь полагу. Не забыла. Ладно, пацаны, у меня еще для вас есть подарок. Закрывайте глаза. Это на самом деле Родик просил, когда я уезжал. Держи тебе. И держи тебе. Это что? Это жвачки? Да, внутри есть татуировка. Татуировка? Хочу показать вам. Елена Волглена на сегодня приготовила окрошку. Мои, конечно, ее не едят. А я очень сильно люблю. Тем более в такую жаркую погоду после такого путешествия по Керчи. Кстати, Тёмка совсем. Очень. Это вообще самое идеальное, самое обалденное окрошко. А, вот мальчишка совсем. Да, совсем. Так что я сейчас тоже заценю обязательно, попробую. Вообще, конечно, здорово, что есть такая услуга, как просто кушать здесь. Да, не нужно заморачиваться, бегать каким-то столовым, еще что-то там. Не дай бог что-то поймать. Здесь все четко. По-домашнему нами проверено уже четвертый год. Сами знаете, кто за нами следил. Ну что, будем проверять самую лучшую окрошку, как сказал наш мальчишка-сосед. Наверное, какой-то кефир. Я даже попробовала ложку. А я не любил, но вкусно реально. Пусть надо. Я не знаю, что творит эта женщина. Я имею в виду Елена Владленова. Вообще мясо нажарила. А мы собирались на мангале. Она вот так вот, такой сюрпризейшн. Ну, наверное, и на мангале тоже будет. То, что в этом кадре показывал, то, что приехал сюда, заселился тоже наш зритель. Приехал по нашим видосикам. Он же дал вино. Вот оно стоит. Вот она, бутылка вина. Не болит голова. Мы решили сегодня, он не тоже завтра уже выдвигается в запад Крыма. Решили сегодня вместе пожарить шашлычок. У него двое детей, он с детьми один. Вот. Провести время. Дети познакомились, дружат, играют. Можешь на рыбе все? Да, давай. Вон Тёмка прибежал. Все дети такой комьюнити здесь. Сначала дерево, потом сверху уголь. Вау. На этот раз шашлык готовый. Уже замаринованный. Женя просто покупал его. Ну, я думаю, что будет неплохой. У нас сегодня какой-то невероятный жар вообще на мангале. Вау. Надеюсь, ничего не сгорит. Вот это двинули просто в сторону, там все загорает. Ну, и как всегда, прекрасный вид. Чистейшее морюшко. Закат уже скоро. Женя уже все скидывает, все готово почти. Осталось только голень, да? А, у нас стоит уже. Да. Голень, кабачок. И можно еще перчик замутить. Шикарный мужик. У нас почти все готово. Осталось только дождаться кабачков. И будем садиться еще детей. И на самом деле, все-таки интересно совпало. Мы вот так вот собираемся. А у нас YouTube пробивает 40 тысяч подписчиков. Это, конечно, ну, огонь. И всем спасибо, кто смотрит и подписывается, продолжает смотреть. Это, конечно, безумно здорово. И огромнейшее, конечно, число. Мы такие, главное, с Женей жарили-жарили. Только собрались садиться и такие пара-пара-пам-пум. Так, ты все закрыла. И вот просто пришли зрители покушать, да? Кушайте, кушайте, ребят. Кушайте, кушайте. Приятного аппетита. Мы подождем. Давай сюда. Я дядю поставлю. Так, еще мы сегодня дегустируем вино. Куча гурская, да? Да, кучугусского производства, отель «Серепаха». Давай. Попробуем. Да. До встречи. До знакомства. Я буду с вами прощаться. Завтра нам предстоит долгая дорога. Мы уезжаем с Крыма, с этого замечательного полуострова. На самом деле уезжаем не потому, что хочется отсюда уехать, а потому, что нам нужно получить посылку, которая нам очень нужна для того, чтобы нам еще более комфортнее путешествовать дикарями. Завтра в новом видеоролике все узнаете. Так сказать, такой спойлер, да, повесил. Подписывайтесь на канал, если не подписались. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пишите комментарии, если не поставили лайк в самом начале. Сейчас прям ставьте. И до завтра, до нового видеоролика. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok